Доброе утро, сегодня у нас 27 июня 2013 год. Я такая счастливая сегодня, не знаю, меня распирает аж, не знаю почему. Еще кофе не пила, меня уже почему-то аж, не знаю, ничего вроде хорошего такого особо не случилось, но не знаю. Бывает. Еще даже не выпила, и вот вышла из паблика, сейчас покажу, что я купила. Потратила всего 14 долларов и хочу показать. Это просто потрясающе. Я просто хочу спросить, если хотите сказать. А что это? Это Зиммер? Зиммер? Нет, это только тег. Я не знаю, что это бренд. Это даймонд. Видите? Это натуральные даймонд. Вау. Какое-то ингредиентное. Какое-то зиммер. И вот тоже мальчик снимает. Он говорит, я хочу спросить, сколько стоит, хочу купить. Они должны снимать фотографии, тоже. Да, может быть. Но мы счастливы. Да, это красивый автомобиль. Я никогда не видел такого автомобиля. И вот эта вот кожаная штука, она открывается. Итак, это называется... Это просто как бы кто-то прилипит в golden spirit. Я не буду трогать пальцами, но по-моему вот это вот тоже металлическое или... Не-не-нет, это ремешки. Это ремешки кожаные. И вот сколько бриллиантов. Real diamonds. Real diamonds. Видео вот такие вот антикварные, старинные машины. Наверное, штук 100 у меня их загружено. Потому что я очень люблю... Не знаю, почему я люблю вот эти старинные автомобили. Какое-то что-то в них, конечно, есть какая-то своя прелесть. Не знаю. Прямо аж хочется... Аж хочется потрогать и хочется же понюхать. Хотя наверняка пахнет чем-то старым. Хотя хозяева таких машин, они, конечно, очень ухаживают. За ними вкладывают громадные деньги. Но Douglas мне говорил, что вот такие вот старинные машины можно продать за миллион. И вполне возможно, что хозяин и может потребовать... Ну, в смысле, если он будет продавать. Возможно, он и купит... Вон там тоже сколько бриллиантов. Все переливается внутри. Все в бриллиантах. Сваровский туда, наверное, еще не было. Класс. А, так это все открывается. Это весь верх открывается. Или только часть. Не знаю. Сейчас хозяин подойдет. И хозяин disable. Disable это имеется в виду инвалид. Ладно, давайте осматривать дальше. Или пошла я сама уже осматривать. Вот какие бриллианты вы говорите. 10 карат. А если действительно... А вполне возможно там настоящие бриллианты. Почему нет? Если мультимиллиардер приехал, возможно, в магазин Publix с тем, чтобы сэкономить на продуктах, как я экономлю, купи одну, вторую бесплатно. Только что я купила бутылку воды. Publix делает сам. Выпускает соду. Соду Publix. И вот сейчас распродажа. Купи одну, вторую бесплатно. Вот 45 центов сэкономит на бутылочке воды. Обалденная, обалденная машина, конечно. Зиммер. Видно, не видно. Тут такое солнце, я нифига не вижу. Стала в позицию буквы ЗЮ. Кто-то сзади это. Вот так вот можно и попасть. Итак, жарковастенько. Сегодня у нас, сейчас у нас около 12 часов дня. Вот сейчас начинается самая такая жара. Но такой особой жары я не могу. Вот я стою на солнце нормально. Конечно, жарковастенько. Конечно, немножко пробивает чуть-чуть. Но такого, чтобы прям невозможно было дышать или что-то такого нет. Я прекрасно себя замечательно чувствую. Ну, конечно, желательно не гулять по такой погоде, потому что, во-первых, солнце сильно. И вот у него даже на глазках, вот у него в глазках вставлены вот эти бриллиантики. Ну, сказочная машина, конечно. Is it your car? No. Not mine. Why not? It might be my dream, maybe, but not mine. Я говорю, а твой автомобиль? Она говорит, нет, не мой. Она говорит, в моих мечтах может быть. Ну, короче говоря, суперская машина. И видно, вместо сигнала вот эти вот горные будут играть. Пип-пип-пип-пип. Ну, что, еще показать кусочек? Или уже хватит? Или уже я насмотрелась? Обалденная машина. Я, конечно, всякого тут уже повидала, уже только я не видела. У меня есть там на видео, я была в Винтерпарке, показ старых. Ну, я на многих выставках была. Там у меня сотни машин обалденные просто. Королевские машины, и Cadillac, и чего только там. И Lamborghini, и... Ой, какие же названия такие. Еще какие-то, еще какие-то, еще какие-то. И электромашины какие-то обалденные. И тесты там я проходила, садила специальную стучку, тоже все это снимала. И там есть у меня золотой автомобиль. Просто полностью золотой автомобиль. Усраться и не жить, по-другому не скажешь, честно. Я там уже делала видики возле этих машин. И так, и так. И видики делала. И возле них фотографировалась. У меня там куча фотографий с этими, со старыми. Ну, конечно, лучше посмотреть видео, потому что таких машин. Таких машин. Ну, я не знаю, где еще можно видеть такое количество машин. Вот таких старинных. Таких красопед, таких красавущих. Как же называется... Как же эти машины называются, господи боже мой. Rolls-Royce. Причем, еще прошлого века, по-моему. Ну, само собой понятно, прошлого века. Ну, не позапрошлого, но начало прошлого века. И Форды всякие разные. И какие-то там... В общем, сейчас пытаюсь вспомнить машины. Самая дорогая машина какая? Какая самая дорогая машина? В общем, там это все есть на видео. Я, конечно, ходила, рот открывала. И я не мужчина. Я в машинах вообще не понимала. Я знаю, что там есть рули, педали, все, куда нажимать. Ну, дверцы, естественно. То есть, как и чего она состоит, Бог его знает. И все равно, я когда подходила к этим машинам, особенно, когда они до выставки, они открывают вот этот вот верх, этот капот поднимают. И там внутри вот эти старинные машины, они все вот такие вот хромовые. И там внутри все переливается. Этим хромом все вылизано. И вот такое впечатление, что машинка только-только родилась. Хотя ей уже под 100 лет. Сказка, конечно, сказка. Я сюда... Я под это видео поставлю ссылку на плейлист, где у меня собраны вот эти все... Я назвала это лучшие машины мира. Потому что действительно лучшие, именно старые. Ну, там и новые, кстати, у меня есть плейлисти. Мы когда ходили с Дугласом по всем этим... По всем этим местам, где продают здесь в Орландо. Тут можно купить любую машину, любую, абсолютно любую. Французскую, итальянскую и английскую, какую угодно. И, конечно, я там нашла белую... Как же, как же, как же, белую невестушку такую. И так к ней примерилась. Думаю, да, одна ко мне не в такую машинку. Но стоит она... Не знаю, сколько там... 400-400 тысяч. Ну, не важно. Меня пока устраивает моя... Вот она, моя красавица. Где моя красавица? Где моя красавица? Вот она, моя красавица. Она меня пока устраивает. Я люблю безумно. Хотя она и стоила мне всего 20 тысяч. Но она у меня... Я ее за миллион не продам. Даже не просите. Честно. Не продам. Хотя... Хотя... Предложите. Можете делать предложение. Красивому мужчине с голубыми глазами, высокому и стройному, я продам эту машину за миллион. Честно. Даже скидку сделаю. Пару центов. Итак, что я купила сегодня? Вот то, что я рассказывала. Сладкий этот панч. Почему-то я присела на вот эти сладкие напитки. Никогда их в жизни вообще не пила. Знаю, что сладости плохо. Но вот мне вот хочется. А когда хочется, значит нужно. Это по 2 литра. Струбери это... Струбери это клубничный напиток. Это, понятно, черри. Это черешневый. И вот купи одну, вторую бесплатно. Одна бутылка 199 центов. Господи, долларов. Вторую я еще купила. Оранж. Не знаю, почему меня на это дерьмо потянуло. Но я знаю, что это нельзя. Это химия. Но меня вот иногда тянет на химии. Наверное, своей химии не хватает. Вот и тянет. И, как я уже сказала, я купила 10 вот таких вот красивых початков кукурузы свежайших на 3 доллара. Тоже была скидка. Купила лимончик один, по-моему, за 50 центов. Купила черешенку. Сейчас я даже покажу. А, это я не черешенка вру. Давай. Сейчас я ее пока доеду. Я сейчас ее слопаю. Вот она какая крупнющая. Вот она какая. А, холоднющая, крупнющая. Это называется черешня. Черешня клубничная почему-то. Стробери. Стробери. Это клубника. Купила виноград. Виноград долларов 99 паунд. Сладкий, сладкий, сладкий. Я вот люблю такой маленький виноградик. Он напоминает мне мой виноград, который я ела в детстве. У нас во дворе рос виноград. Изабелла. Вот такой, вот такой. Только чуть потемней. Я на нем, собственно, выросла. Я выросла на винограде. И я выросла на инжире. Потому что, видимо, голодная была. И, конечно, вот лето, весна, осень я спасалась инжиром. Потому что инжир, кроме меня, вообще... А, вон, подошла женщина под унес. А, это, фу, я думала, это та машина. Она уже понеслась спрашивать. Перепуталась, малеха. А где мои ключи? Я в сумку положила. Вот эту сумку я купила себе. Я купила себе эту сумочку. Когда я ехала в Турцию. Я купила ее для фотоаппаратов для своих. И так она мне... И так она мне пришлась по душе. И теперь я вообще все свои сумки забросила. Я хожу только с ней. Вот у меня тут лежит. Вот у меня тут лежит. Одна камера, вторая камера. Вот там третья камера. Тут у меня кошелек. Тут у меня телефон сбоку. Тут у меня сзади. Короче, я ее ношу как сумку. Мне так удобно с ней. И удобно, и хорошо. Сегодня, слава богу, я... Оп, давай, открывайся. Кто-то мне звонит. Света уже звонит. Сейчас. Светик, сейчас, моя хорошая. Иду, иду. У меня тут бедлам, потому что после позавчерашней поездки на... Иду, 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 иду. На озеро и на... Светочка, я еду. Я зацепилась немножко. Я к тебе домой приеду. Ну, езжа, езжа, потому что... Мне абсолютно все равно. Мне абсолютно все равно. Выбирай, что хочешь, да. Все, давай, я еду. Я в магазине тоже, а пока в другом. Все, давай, пока. Все, Светик, а доеду домой. Все, давай, пока. Потому что я тут дяденька подошел, такая машина красивая. Все, все, пока, 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 Светик, потом перезвоню. Вау. 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 Вот оно все в этих бриллиантов. Боже, какая красота. Какая красота. Пока он меня разрешил, я уже влезла сюда. Уже в нагло просто влезла. Боже, какая красивая машинка. Обалдеть. Обалдеть. И, you can take it? Это как песенка была при социализме про Леню Брежнева. А кто я есть? Я Леня Брежнев. Простой советский человек, простой советский человек, если меня в больницу не заберут, живу как все в 20 век, я забываюсь, я когда снимаю видео, я могу петь, разговаривать, я просто людей вокруг не вижу, кто-то посмотрит на меня, скажет, больна на голову как-то, ходит сама себе, поет, смеется. Ладно, все, последний взгляд на этого красивого дяденьку, на эту красивую машиночку. Все, выгрожаю свои вещи и поехала. Все, пока-пока.